МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ей снег, что ей зной. На городских дорогах появилась пластиковая разметка. Т-темпы, которые сейчас набрали предприятия теплоснабжения по подготовке, они достаточны для того, чтобы мы на 15 сентября уже практически вышли готовыми. Думай о зиме-летом. Подготовка котельных к холодам в Благовещенске в самом разгаре. Глянули, а у него, получается, банки с вареньем, литровая где-то банка. А крышку открыли, а там шприц, ну и, естественно, наркотики будут. И наркотики найти, и роды принять. Необычные истории из жизни обычных инспекторов рассказываем в честь профессионального праздника. Потому что они посмотрели, кто у нас в составе, и я думаю, что они немножко не в полную силу играли. А рабели, но не сдались. Юные Благовещенцы провели матч со знаменитыми московскими футболистами. В среду этой недели большая часть Благовещенцев провела без воды. Водозабор Амурский остановили для планового ремонта. Объекту более полувека, как и большинство его агрегатов. Какие работы необходимо выполнить специалистам в короткие сроки? И почему нельзя обойтись без отключения водозабора? Расскажет Анжелика Павлова. Вместо шума электролизов, звуки молотка и сварочного аппарата, работы в этом цехе сейчас кипят другие, ремонтные. Сварщик Андрей Белов за всю ночь глаз не сомкнул, как и вся бригада. Рабочие едва успевают перекусить. Времени на ремонт немного, а заменить надо более 70 метров старых труб на новые, современные, подающих обеззараживающее вещество. Специфика трубы в этой заключается в том, что она не железная уже, не чугунная, не какая-нибудь азбустовая, а пластиковая труба, более современная, прочная, долговечная, экологически чистая, не будет ни налета, ни ржавчины, никаких отложений, держит большее давление. Тот редкий момент, когда в трубах станции первого подъема нет воды. Только при таких условиях специалисты смогли приступить к ремонту. Объект, подающий сырую воду из Амура для обеззараживания, больше не мог работать со старыми задвижками. Сейчас их меняют на новые с прорезиненным клином. Они позволят избежать потерь воды. Обслуживание частотных преобразователей, замена понижающих трансформаторов, мелкий ремонт других агрегатов. Работ на водозаборе Амурский запланировано много. Но вот успеть нужно за двое суток, чтобы вернуть воду горожанам как можно быстрее. Некоторые работы, конечно, не могли производиться без полного отключения. Потому что станции у нас уже более 50 лет. Мы стараемся, конечно, каждый год производить выполнение более усовершенствования, более технического перевооружения, модернизации. Но, тем не менее, очень всего много, еще нужно сделать. Около 150 специалистов работали круглые сутки. В итоге ремонт удалось завершить быстрее, на день раньше. Всего за 24 часа остановки водозабора ремонтные бригады привели в порядок все очистные водоподающие механизмы, заменили трансформаторы и произвели ремонтные и профилактические работы на станциях первого и второго подъемов. Благовещенск обзавелся пластиковыми зебрами. Новую технологию в последний июньский день опробовали на перекрестке Богдана-Хмельницкого-Горького. Пластиковую разметку вот уже с десяток лет успешно эксплуатируют на Западе. В областную столицу она пришла в качестве эксперимента. Чего опасаются благовещенские дорожники и в чем преимущество термопластика, расскажет Юлия Мишурнова. Зебра на Богдана-Хмельницкого-Горького первая в своем роде в Благовещенске. Вместо обычной краски белые полосы здесь наносят расплавленной кашицей из пластика и мела толщиной всего пару миллиметров. По словам производителей, такому покрытию не страшны ни мороз, ни зной. Материал выдерживает температуру от минус 50 до 150 градусов. Сама же технология мало чем отличается от традиционной красочной. Асфальт, конечно, должен быть сухой, потому что пары воды испаряются с асфальта и получается просто отверстие в разметке. Такого быть не должно. Поэтому однозначно асфальт сухой. При температуре не ниже минус 5 градусов он наносится и до плюс 35. То есть на горячий асфальт тоже выносить нежелательно. Самые протяженные, а не же самые оживленные участки по улице Горького специалисты будут покрывать ночью. На то, чтобы разметить весь перекресток, уйдет порядка 50 тысяч рублей. Впрочем, городу работы ничего не стоили. Их провели бесплатно в качестве эксперимента, чтобы проверить термопластик в действии. Я думаю, что мы должны отстоять и лето, и осень, и весну, и зиму, что она у нас зима суровая, не будет ли отслаиваться данная продукция. В интернете написано, что и в Хабаровске применялась, и в Владивостоке применялась, но и интернет есть интернет. А на Западе, да, она уже применяется. И в Ростове, на Дону. На оживленных участках дорог, согласно инструкции, термопластик служит в среднем от полутора до двух лет. В отличие от краски, которую приходится обновлять каждый год. Если технология оправдает себя и в Благовещенске, то уже на следующий год областная столица обзаведется еще несколькими пластиковыми зебрами. И еще немного в продолжении дорожной темы. На этой неделе участок улицы Зейской в районе Политехнической наконец-то обзавелся асфальтовым покрытием. Больше года передвигаться с комфортом здесь могли и разве что внедорожники. Площадь работ составила порядка 6 тысяч квадратных метров. Чтобы успеть в срок, ремонтная бригада здесь работала без перерыва на обед. Участок станет первой ласточкой окончания масштабных работ на улице Зейской. На данный момент мы будем открывать участок от Политехнической до Чайковского. Соответственно, для того, чтобы был ввод в эксплуатацию самого перекрестка улицы Политехнической. Следующим этапом будет устройство основания и щебня между улиц Политехнической и Театральной. И в первую очередь мы займемся разработкой самого перекрестка. К осени асфальт должен появиться вплоть до перекрестка с Трудовой. А вот от начала и до конца проехать по Зейской автолюбители смогут лишь в следующем году. Работы будут завершены по мере поступления средств из бюджета. Несмотря на теплую погоду и лето за окном, в Благовещенске уже думают о предстоящей зиме. Готовят к ней теплоснабжающие объекты. На этой неделе заместитель мэра Благовещенск Владимир Константинов проверял, укладываются ли в сроки ведомственные котельные. Озабоченность городских властей понятна. Ведомственные котельные составляют четверто тех, что обогревают зимой благовещенские дома. Потому, хоть эти котельные и не находятся в собственности муниципалитета, процесс подготовки их к зиме городу нужно держать под контролем. Результатами проверки заммэра остался доволен. Все планы выполняются и где-то даже идут с опережением графика. Т-темпы, которые сейчас набрали предприятия теплоснабжения по подготовке, они достаточно для того, чтобы мы на 15 сентября уже практически вышли готовыми. И они на начало сентября начали получать акты готовности своих объектов для получения паспорта готовности предприятия к предстоящему утопительному периоду. Кстати, за теплые батареи теперь придется платить больше. С 1 июля в стране подорожали коммунальные услуги. Больше всего на 9,1% прибавила в цене вода, электроэнергия на 8,5%, почти на столько же теплоснабжение. А вот в одном из многоквартирных домов Благовещенска отопление подорожало на месяц раньше. Новые квитанции привели в недоумение жильцов, ведь в них тарифы неожиданно оказались выше привычных в среднем на 200 рублей. Отопление, ой, ужас, кошмар. Откуда у меня такие деньги? Расстроила пенсионерку Надежду Ильиничну новая квитанция на оплату отопления. Сумма в ней на 30% больше, чем за прошлый месяц. За своими расходами хозяйка квартиры следит тщательно. Пенсию в 14 тысяч тратит бережно, буквально по рублю. При этом коммунальные платежи всегда в приоритете. Я лучше чего-то не куплю, но долги всегда и вовремя, как указывают, как говорится, с 23 по 25, какие указывают. Ну, как вот срок указывают, так я стараюсь вложиться в этот срок. Нету долга у меня, нету, нету. Самостоятельно разобраться в причине изменения тарифа пенсионерка не смогла. А вот нам удалось выяснить причину повышения. Дело вместо расположения дома. Его адрес тепличная 12-2. Фактически он в городе, юридически в районе. Вот ресурсоснабжающая организация и выставила соответствующие квитанции. Мы, когда взяли их на прямые расчеты, мы руководствовались постановлением за номером 1446 от 30 ноября 2007 года. Это нормативы потребления коммунальных услуг населением районов. И норматив у них немножко выше, чем городской. По сути, раньше жители новостройки платили по городским тарифам. И все это благодаря инициативе их управляющей компании. Она за счет своих средств компенсировала разницу тарифов ТЭЦ. Как говорят ее представители, чтобы клиент не плачет больше, чем их соседи по двору. Сегодня в условиях прямых расчетов, на которые дом перешел с мая, это невозможно. Так что новые тарифы, скорее всего, останутся в квитанциях навсегда. Единственный способ для жильцов сэкономить – проверить фактическое потребление тепла при помощи общедомового счетчика. И если оно окажется меньшим, сделать перерасчет. Между тем, за тепло благовещенцы сегодня должны более миллиарда рублей, говорят коммунальщики. И стараются бороться всеми доступными методами. Пристыдить должников решили в одной из городских многоэтажек. Правда, способ заставил возмутиться не только неплательщиков, но и добросовестных собственников. В ситуации попыталась разобраться Юлия Мишурнова. Она узнала, насколько законно разглашать персональные данные. И какую альтернативу предлагают юристы? Вот сегодня утром мы пошли гулять, увидели на дверях список должников. Черный список появился на всех подъездах девятиэтажки по Калинина 61 в пятницу. В нем 9 квартир и черным по белому суммы долга жильцов за коммуналку – от 26 до 246 тысяч рублей. Номер своей квартиры молодая мама Мария Селезнева в списке не нашла. Зато в соседях много чего интересного узнала. И возмутилась. Тем более, что видит подобное уже не в первый раз. Примерно год назад у нас было что-то подобное. Тоже вывешивали список, но он висел в подъезде тогда. Внутри. Сейчас почему-то прямо на улице увидеть может каждый. Не очень приятно, я думаю, тем, кто в этом списке. С соседями не обсуждали эту ситуацию, но возмущение было явно, потому что буквально в прошлый раз, когда появилось, наверное, спустя час его сорвали. Пообщаться с должниками у нас не получилось. Дома их не оказалось. Зато проходящие мимо соседи поведали. Они уверены – списки – дело рук совета дома. В августе им нужно отчитаться о проделанной работе, вот и пускают пыль в глаза. Так это или нет, мы не знаем. Авторы листовки предусмотрительно не подписались. Видимо, знают – этот метод вне закона. В данном случае нарушения и Конституции, и закона о персональных данных все-таки существуют и нарушаются. Кроме того, в принципе, должником гражданин у нас может быть признан только по решению суда. Либо, если мы говорим о внесудебной деятельности, если гражданин, допустим, с управляющей компанией совершил акт сверки, и тем самым он себя признал должником. Те, кто в этой ситуации считает свои права ущемленными, могут обращаться прямиком в прокуратуру с заявлением на собственную управляйку. Именно ей по закону придется отвечать за подобные листовки. Обращаться туда может и сама управляющая компания. Но уже для того, чтобы взыскать деньги с должников цивилизованным путем. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники дорожно-постовой службы. За безопасностью на дорогах они следят днем и ночью. Работа непростая. Автомобилей становится больше, а значит и нарушений тоже. Впрочем, работа в ДПС – это не только машины. Какие еще преступления предотвращают инспекторы и какие роли им порой приходится на себя примерять? Анжелика Павлова об этом с самого сложного поста на въезде в город. Здравствуйте, ГАИ старший финансовый документ. Проверяют документы у проезжающих через пост водителей инспекторы каждый день. Практически с такой же периодичностью ловят нарушителей. И не только тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения, говорит Сергей Топорков. Например, совсем недавно остановили рейсовый автобус. Среди 40 пассажиров подозрение вызвал лишь один мужчина. Вел себя странно. Спросили на незаконное, есть перевозящие наркотики, оружие. Ну, человек сказал, нет, только везу варенье для бабушки. Или от бабушки. Ну, решили посмотреть. Естественно, в присутствии понятых глянули. А у него, получается, в банке с вареньем, литровая детабанка. А крышку открыли, а там шприц. Ну, естественно, наркотики были. Часто помогает интуиция, говорят инспекторы. Но без специальных приборов было бы сложно. Например, система поток машину должника видит задолго до подъезда к посту. С помощью ультрафиолета проверяют подлинность документов. Ну и, конечно, алкотекторы. Их применяют здесь ежедневно. Между тем, работа здесь исключительно выполнением служебных обязанностей не ограничивается. На дежурстве приходится примерять на себя разные роли, говорят полицейские. Было дело, и пожары в соседнем селе тушили, и даже роды принимали. Забегает на пост с таким вот глазами, опять копеек дедушка. Ну, и с вопросом, помогите, что и делает. Внучка там рожает. Ну, и скоттора, недолго думая, что делает, принимает решение помочь как-то. В общем, заносит на руках сюда девушку. Ну, и начинает в прямом смысле принимать роды. Дед там от всего увиденного падает в омрах. Инспектора стоят на ногах крепко. Тут уже вот ребенок. Служба инспекторов на посту в прямом смысле и опасна, и трудна. И даже в свой профессиональный праздник они будут нести службу, чтобы сохранять порядок на наших дорогах. Поздравления в честь праздника стражи дорог получали в пятницу. Именно 3 июля 1936 года в Советском Союзе была организована первая госавтоинспекция. В 1998 году служба была переименована в ГИБДД. Однако суть осталась та же – охранять порядок на дорогах страны. Нет ни одного, наверное, равнодушного пассажира и равнодушного водителя по отношению к вашей профессии. Вас побаиваются, вас уважают. Ваше профессиональное качество способствует тому, чтобы на дорогах было спокойно, безопасно. Вы своим профессиональным умением умеете разрулить, в прямом смысле разрулить, самое сложное дорожное происшествие. Самым отличившимся инспектором, исполняющий обязанности мэра Благовещенска, Валентина Калита вручила наградные благодарственные грамоты от администрации города. На торжественное построение пригласили и ветеранов Амурской госавтоинспекции. Уходящая неделя была полна событиями. Рассказать обо всех подробно не хватит эфирного времени. Постараемся вместить каждое в пару предложений. Программу продолжает наша традиционная рубрика новости короткой строкой. В понедельник в Благовещенске установили режим повышенной готовности. В городе ожидали усиление ветра, дожди и значительное понижение температуры. В тот же день стало известно, что копилку конно-спортивного клуба «Алюр» пополнила очередная награда. С дальневосточного первенства Наталья Романенко и ее конь-каприз привезли золотую медаль по конкуру. Теперь спортсменка может претендовать на участие в первенстве России. С ЕГЭ амурские школьники в этом году справились лучше. Такую информацию озвучили во вторник в Минобре. 17% выпускников стали так называемыми «высокобальниками», набрали от 80 до 100 баллов. Больше всего отличников в Благовещенске, Белогорске и Свободном. Почти на полторы тысячи ребят больше, по сравнению с прошлым годом, смогли активно отдохнуть за первый летний месяц. Об этом рассказали на заседании Здоровительной комиссии в среду. А Благовещенская прокуратура тогда же направила в суд материалы уголовного дела на девятиклассницу из Белогория. Ей грозит до трех лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании школы. Сам инцидент произошел 20 апреля. В четверг исполняющая обязанности мэра города Валентина Калита вручила памятные награды и благодарственные письма спортсменам-участникам 18-й спартакиады городов Амурской области, где Благовещенцы завоевали 18-ю по счету золотую медаль. Ну а вечером того же дня в нашем городе прошел концерт классика современной поэзии Евгения Евтушенко. В столице Преамуре он побывал впервые. Со сцены 82-летнего поэта не отпускали больше часа. В последний рабочий день недели спасатели назвали причину ЧП в магазине пиротехники «Помухина-145», во время которого погибли два человека. По мнению специалистов, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при сборе установки салютов. А в выставочном зале открылась экспозиция резьбы по дереву двух благовещенских мастеров Виктора Кузнецова и Алексея Сидорова. На выставке представлены более 50 работ, созданных по мотивам русских былин и исторических событий. Тут же линолеум или напольное покрытие. А верлок и доставка крупных покупок бесплатно. Такой вот домашний очаг. Внимание! Не пропустите! Агентство недвижимости «Риалтком» объявляет неделю безумных скидок. Только 6 по 12 июля. Более 300 квартир со скидкой до 500 тысяч рублей. Ждем вас в офисе компании «Риалтком». Улица Октябрьская, 130, 55, 00, 56. «Риалтком». Не упустите квартиру своей мечты. Амурземпроект производит бурение скважин глубиной от 50 метров для питьевого и бытового водоснабжения. Готовим документы для оформления лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод. 570, 080. Одежда для офиса и наряды. Утонченный стиль, доступность и высокое качество. В салоне женской дизайнерской одежды «Ксения». Амурская ярмарка, секция 44 и секция 17. Боитесь, что инфляция съест ваши деньги? Восточный фонд сбережений не только сохранит, но и приумножит вложенные средства. Страховые гарантии. Не дайте инфляции ни малейшего шанса. Ваши деньги растут здесь. «Экодом. Строй. ДВ» предлагает строительство домов из бруса, кирпича, сип-панелей и каркаса. Сдача домов под ключ. В зимний период используем винтовые сваи. Телефон 38 46 27. Оперативно решаем проблемы города. Звоните 999 112. Горячая линия администрации города Благовещенска. Пишите благовещенск.рф круглосуточно. Благовещенск. Один для всех. Информационное агентство «Город». Телефон рекламной службы 773 447. Учественно-культурный центр и театральная студия «Дебют» приглашают детей и их родителей на спектакль ростовых кукол «Смешарики. Опасности без опасностей». 19 июля. 11 часов. ОКЦ. Ждем вас. Справки и заказ билетов по телефону 37 64 19. Лето – пора буйного цветения. И люди, знающие, стараются это не пропустить, а извлечь максимальную выгоду. Да еще и использовать для здоровья. Герой нашего следующего сюжета вот уже 40 лет собирает прямо на собственном участке полезное угощение. На днях пасечник снял первый урожай – мед одуванчиковый. Познакомиться с премудростями пчеловодства и отведать янтарного лакомства смогли и мы. Так вот примерно должна быть семья, которая готовится к медовому. Таких жужжащих семей на участке у Василия Яковлевича больше 50. С пчелами он соседствует с самого детства. Отец всю жизнь проработал на колхозной пасеке. Мужчина смеется – пчелиный яд на него уже не действует. Тем более, что к вечеру вытаскивать из себя приходится до сотни жал. Это, соответственно, кругом – это мед. Первый мед одуванчиковый – скудный на урожай всего около 40 литров. То ли дело разнотравный августовский, говорит пасечник. С одной пчелиной семьи они с сыном получают до 80 килограммов янтарного лакомства, если погода позволяет. Если не будет в первых числах дождей путевых, то и меда не будет. Это все зависит от боженьки. Как на поле урожай, так и здесь. Вот так, когда на поварежке можете крутить его мед, вот он должен таким вот быть. Делают такой мед только правильные пчелы. Следить за тем, чтобы в ульях не плодились трутни, а матка не погибла, пасечнику приходится ежедневно. А в середине июля улики отправляются в поле. По-настоящему вкусный мед в городе не сделать. Здесь мед – это всякая шняга. Это и все, и бахчевые, и подсолнечники, и там огурцы, и дыни, и клубника, и малина, и всякое-всякое. Или там меда сортовые. А вот не сортовой, но тоже неплохой липовый мед пасечник будет собирать через неделю-другую. Именно столько уйдет на его производство у жужжащей братьи. Первая баночка по традиции отправится к соседям. За то, что порой и им приходится привечать пчел в своем саду. Благовещенцы провели матч с московским «Спартаком». Правда, противостояла нашим спортсменам не вся команда краснобелых, а лишь двое ее игроков – ветераны футбола Юрий Гаврилов и Валерий Кеченов. На неделе именитые игроки провели матч с юношеским «Спартаком». С каким результатом он завершился и что думают об амурских игроках звезды футбола? Ответы уже в эфире. Если не знаешь, что сделать с мячом, отдай его Гаврилову. Так когда-то говорили об этом уже не молодом полузащитнике московского «Спартака». Автор множества голевых передач «Бомбардир» в Благовещенск легенда футбола приехал на юбилей к другу, а попал на товарищеский матч со здешней ребятней. Впрочем, футбольным экспромтом Юрия Васильевича не напугать. За ветеранов «Спартака» он играет до сих пор. Нас приглашают на различные соревнования, будь то Дни города, или там спортивный какой-то праздник и так далее. Чем еще пока мы, как говорится, и ценно это нам, понимаете, что мы еще способны выходить на футбольное поле и создавать людям настроение. На чужом поле, пусть и выкрашенном в цвета «Спартака», футбольной элите поначалу не везло. В первом тайме молодежная команда «Тезка» вкатила в ворота красно-белых два мяча против одного пропущенного. Получил пас и увидел, что пространство есть, и просто ударил по воротам хорошо, играют, видно, что профессионалы остались на авокюре. Профессионалов в команде было целых два. В связке с Юрием Гавриловым работал один из самых техничных игроков России Валерий Кеченов. В 95-м году футболист был признан автором самого красивого гола в первенстве страны. Повторить его в этот раз не вышло, зато голевые передачи к концу игры пошли. Так что в итоге команда ветеранов выиграла 4-2. Футболисты заявили, играть было нелегко. «Я думаю, что наоборот они, может, нам в какой-то степени уступали где-то, потому что они посмотрели, кто у нас в составе, и я думаю, что они немножко не в полную силу играли. Мне очень понравились ваши мальчишки. Если они так будут продолжать работать, тренироваться, играть, то я думаю, что кто-то из них должен заиграть на серьезном уровне». А чтобы играть было приятнее, спартаковцы провели автограф-сессию. И в завершение выпуска традиционная рубрика «Благовещенск в деталях». Сегодня Ольга Туманис расскажет вам, где в Благовещенске есть ответственные многометровые скалы и как они появились в нашей совсем не горной местности. Благовещенск не может похвастать скалистым рельефом, а вот его любителями вполне. Так буквально живущий альпинизмом горожанин в нарушении всем известной крылатой фразы не просто пошел к горе, но сделал так, чтобы гора пришла к нему. А именно построил скалы на небольшом участке улицы Ленина по дороге вверх в Благовещенске. Исполины за моей спиной стали частью единственного в России тренажера для отработки альпинистской техники в таком формате. Создавать искусственные скалы Владимир Пенегин начал в 1996 году. Каменные глыбы брал в карьере неподалеку. Привозить приходилось по одной, больше в машину не входило. С первым камнем вышла некоторая загвоздка. Погрузить и привезти получилось, а вот выгрузить нет. 15-тонный груз не желал скатываться из кузова и, как на детских качелях, поднимал кабину многотонного грузовика. Пришлось придавливать переднюю часть машины другим автомобилем. Но никакие трудности не остановили альпиниста на пути к цели. Так его воспитала жизнь и горы. Горы настолько много доверяют, завораживают и так далее. То есть есть такие минуты откровения, когда ты и гора. Это очень серьезный диалог, ты и гора. Действительно, горы очень, это что-то такое наркотическое. Приоткрыть для себя удивительный мир альпинистов теперь по прошествии 19 лет стройки может любой желающий. Вход на скалодром совершенно свободный. Более того, здесь предоставят экипировку и научат азам скалолазания. Значит, перед тем, как лезть, обязательно подходите и поесть силы дергаясь. Вот так. Восьмиметровая искусственная скала мне, очень начинающему альпинисту, покорилась приблизительно за две минуты. По словам опытных скалолазов, это хороший результат. Очень хочется отметить, что после одного восхождения усталости совершенно не чувствуется. Наоборот, организм переполняет энергией и хочется взбираться снова и снова. Но на четырех столбах комплекс не заканчивается. Есть здесь и самодельная отвесная скала в 14 метров. И место, где покорять вершины, можно под дождем. Скалодром под крышей – самое молодое строение в комплексе. Что удивительно, 80% всего, что здесь есть, сделано руками Владимира Павловича. Это должен быть рельеф, самый разный, нависающий. Вот такие выступы. То есть здесь бы некое повторение скального рельефа. Роман Сорокин – скалолаз со стажем, увлекается вершинами со школы и здесь занимается давно. Поэтому знает практически каждый камень. Но ни одна тренировка на скалодроме не бывает для него легкой прогулкой. Можно придумать, если фантазии хватает. Из легкого маршрута сделать абсолютно сложным. Себя ограничить в каких-то любозоцепках, каких-то камнях. И просто не знаю. С простецкого, который можно пройти на одних ногах, можно сделать такой маршрут, который просто пройти нереально. Интересно, захватывающе. Захватывающе деятельность. Можно заниматься как и для себя, как и спортом. Ну, не знаю, меня привлекают эти камни. Кстати, скучать благовещенским альпинистам зимой тоже некогда. Для холодного времени года здесь есть 14-метровый тренажер, который заливается льдом и идеально подходит для покорения при помощи кошек. Всем этим богатством часто пользуются амурские спортсмены и даже студенты двуокум для соревнований и просто уникальной физической подготовки. Доступно оно и для простых благовещенцев. Таковы наиболее заметные события минувшей недели. О том, какой будет следующая, расскажем на будущих выходных. Смотрите нас в привычное время, 8.20 вечера. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин С каждой потерей ход времени для него как будто замирает. Приемная семья начинает новый отсчет времени, возвращая ребенку заботу близких людей. И таких семей становится все больше. Приемный ребенок может стать родным. 23 сентября. Снова в Благовещенске. Николай Носков с новой программой «Оно того стоит». Общественно-культурный центр. Справки и заказ билетов по телефону 37 64 19. Субтитры подогнал «Симон» Пристегнись сам. Пристегни ребенка. Информационное агентство «Город». Телефон рекламной службы 773-447. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова представляет спектакль «Тортюф». 11 июля на сцене ОКЦ. Справки и заказ билетов по телефону 370 226. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...